привет друзья микрофона шреддер и мы на канале switch total wars вчера произошло интересное событие которое я честно говоря вчера пропустил вот сегодня и справляемся за перевод спасибо lexus и так что же произошло была анонсирована та самая объединенная компания warhammer 1 плюс warhammer 2 разработчики рассказали о ней что же это будет как это будет выглядеть и какие нас плюшки там ждут так поехали в трилогии total war warhammer каждая версия будет устанавливаться отдельно как отдельная компания через пару недель состоится релиз второй части и мы продолжаем давать информацию компании глаз вихре действительно интересно как тестеры ютуберы и стримеры реагируют на этот новый тип игры в total war и нам не терпится дать вам ощутить это самим много говорили о конечной цели трилогии total war warhammer реализация мира warhammer фэнтези battles настолько полна и детализирована насколько возможно все расы из восьмого издания каждая собственными стартовыми позициями полностью играбельные в целостной манере огромные песочницы что позволит получать ни с чем не сравнимое удовольствие от игры warhammer мы упоминали что реализуем это в три этапа первая часть захватит территорию и расы старого света вторая третья охватят остальные части света и расы если вкратце то после запуска warhammer 2 владельцы первой и второй частей смогут играть в ключевые части глобального сценария с появлением нашего первого free lc total war warhammer mortal empires что можно перевести как смертные империи смертные империи будут стоять осадняком от старого света и глаза вихря как эпичная фэнтези стратегия отдельная играбельная компания с доступом к ней через меню warhammer 2 она включит в себя важнейшие территории старого мира которая будет расширена на запад и включит себя земли люстрии южные земли нагород и ультуан мы не просто возьмем и пришьем кусок новой карты к уже имеющейся ведь карты компании старого света и глаза вихря были заточены под отдельную игру они обладают разной конфигурацией и не сочетаются между собой вдобавок тут отсутствует сюжетная механика вихря это чистое завоевание и все фракции расы которые были выпущены будут играбельны плюс множество подконтрольных искусственного интеллекта завершению трилогии будут доступны пять крупных компаний старый свет содержится в warhammer 1 глаз вихря или сердце бури содержится warhammer 2 смертные империи бесплатная компания для владельцев первой и второй частей основная компания warhammer 3 очень большая компания мы не придумали название для нее бесплатная компания для владельцев частей 1 2 и 3 касательно контента смертных империй можно сказать что он намного богаче чем была запланирована в 2013 году когда игра находилась на стадии пред продакшн это благодаря нашей новой команде по созданию нового контента руководимой ричи олдриджем чья небольшая но талантливая команда внесла такой крупный вклад в увеличение количества играбельных фракций на квадратный миллион в старом свете а значит и смертных империях которая значительно превысила запланированное количество новые фракции для рас старого света клан ангрунд кривая луна кровавые ладони и все остальные плюс три новые расы бретония лесные эльфы зверолюды каждая со своими собственными подфракциями и стартовыми позициями важнейшая часть контента над которой команда вархаммер работала последние полтора года это четыре новые расы еще восемь легендарных лордов со стартовыми позициями с другой игровой механикой и стилем игры для вархаммер 2 в результате будет чрезвычайно насыщенная игровая карта самой mortal empires будет до 35 легендарных лордов расположенных на 25 различных стартовых позициях помимо этого в mortal empires будут внедрены многие новшества из компании warhammer 2 глаз вихря обсуждение которых вы видели за последние месяцы а именно бродячий армии дистанционная атака огнем для всех драконов охота на сокровища случайные встречи на море штормы отмели и рифы огромное количество улучшений в интерфейсе восьми и десяти слотовые города перегруженные карты и конечно территории доступны для завоевания и меняющийся климат относительно размера смертных империй она вдвое крупнее чем старый свет если судить по количеству поселений повторимся это непростое сшивание карт старого и нового миров на первом месте для нас геймплей и настолько интересно будет играть повторно так что это будет отдельная новая карта вот немного статистики поселение старом свете 142 смертных империях 295 количество фракций на старте старом свете 66 смертных империях 117 даже на завершающем этапе работы на вархаммер 2 наши лучшие сотрудники занимаются тестированием балансировкой доработкой смертных империй и всем играбельным фракциям будет уделено должное внимание наши главные цели игровой баланс огромная тактическая вариативность высокая плотность контента на всем протяжении карты также мы не забываем об оптимизации чтобы увеличение карты следующих играх привело к минимальному возможному увеличению системных требований еще пара немаловажных вещей о которых надо упомянуть в разговоре об этой бесплатной компании значительное увеличение числа фракций приведет к увеличению продолжительности хода от этого никуда не деться мы подбираем оптимальный вариант при тестировании и будем следить за этим в будущем мы возлагаем большие надежды на mortal empire но нам хотелось бы услышать ваше мнение так как будем периодически вносить правки как вы уже заметили мы не перестаем дорабатывать вархаммер 1 и как бы ни были хороши наши бета-тестеры они не заменят вас миллионов игроков по всему миру например мы намерены создать уникальные стартовые позиции для большого количества легендарных лордов старого света которые сейчас располагаются в одном месте как и остальные части серии смертной империи будет постоянно улучшаться из-за разного расписания команд работающих над игрой норска не войдет в релиз mortal empires она будет добавлена в следующем патче но мы более охотно выпустим поскорее mortal empires и добавим норску по мере ее готовности и затем занялись лордами стартовой позиции которые составляют 37 на 27 подводя итог эта масштабная кампания будет увеличиваться и дорабатываться путем выпуска dlc и free lc для части 2 представляет собой огромное игровое поле завершение добавим что мы понимаем что не все империи mortal empires являются mortal смертными в полном смысле этого слова однако если сравнивать их с тем что виднеется на горизонте здесь наверное разработчики имели в виду warhammer 3 в котором как мы уже знаем из нашего расследования будет выделено внимание хаос где хаос будет разбит на четыре фракции каждый поклоняющийся своему богу а также скорее всего я так думаю что это скорее всего так будет потому что об этом упоминала и скользь в одном из первых интервью или обзоре я уже не помню точно но об этом говорилось что скорее всего будут добавлены отдельная фракция демоны хаоса это принципе правильно потому что демоны хаоса это очень большая фракция отдельная фракция действительно настолки крайних редакциях это было именно так и она вполне достойно быть отдельной ну и как вы понимаете демоны они бессмертны так или иначе потому что убиты в нашем измерении демон так или иначе не погибает он остается жить в арте кроме того в данной статье была картинка отображающая планы вот по крайней мере половину планов компании на выпуск фрилси для warhammer 2 первая часть это вот собственно говоря mortal empires компания следующий выйдет новый легендарный лорд для скавина дальше некий эксперимент что это естественно мы знать не можем дальше выйдет новый легендарный лорд для высших эльфов а следующий выйдет новый легендарный лорд для лизарменов ну а что выйдет дальше увы скрыто туманом войны увидим я думаю что все это будет раскрыто в ближайшие недели либо до релиза второй части либо может быть немножко после него может быть во время релиза смертных империй что ж на этом пока все новостей поэтому больше пока нет всем спасибо за просмотр ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал всем пока